Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас большой, огромный, классный заказ Avon. Будем тестировать с вами новиночку. Покрасилась я краской все-таки Avon, но об этом дальше. Оставайтесь со мной до конца. Ну и раз уже зашел разговор о краске, давайте с нее и начнем. Я взяла себе оттенок 4.0. Это у нас Dark Brown, темно-коричневый получается. И вот результат вы видите на моих волосах. Что хочу сказать по краске в целом. Здесь очень удобный, девчонки, флакон. Мне прям понравилось. Думаю, его отмыть и оставить себе для тех красок, в которых этого флакона нет. Если вдруг буду пользоваться ими дальше. Сам тюбик с краской. Там было еще два бальзамчика. Не знаю, почему два. На одном было, кстати, написано один цифр, а на другом три. Ну, не знаю. Что по краске, девчонки. Она волосы мне не пожгла. Хотя у нее был такой довольно ядреный запах для темных оттенков краски. Цвет, ну, вот вы видите сами. Ну, это при искусственном освещении. Но мне в целом понравился. Естественно, кончики у меня получились слегка светлей, потому что они у меня там пережженные. И сейчас вообще плохо держат темную краску. У меня уже было две попытки покраситься в темный цвет. И ни одна краска мне, кстати, так хорошо не брала. Именно как вот это вот от Avon. В целом впечатление нормальное. Когда краску смывала с волос, не чувствовала, знаете, такой сухости, пережженности, что ли, от нее. То есть, ну, волосы она не попортила. Обычно, знаете, когда пожжешь, чувствуется это сразу. Начинаешь смывать краску и чувствуешь, что волосы твои уже, ну, пальцы вот так сквозь волосы не проникают, что они пожглись, стали хуже. Так что, в принципе, довольно краска неплохая. Не то, что прям люксовая, но совсем так даже очень ничего. Вот такие три продукта из мальчуковой линейки Marvel. Это у нас получается детский шампунь кондиционер гей для душа и детская туалетная вода. У меня заказали ее, но мы с вами сейчас потестим аромат. Ой, ну, пахнет классно. Прямо, знаете, такой мужской аромат с легкими нотками, древесными и свежести. Не сладкий, не слащавый. Классный, классный аромат. Вообще, мне кажется, любой парень, мальчишка, да, там, в подростковом возрасте будет радоваться именно такому подарочку. Для девчонок подарочный детский косметический набор Frozen вот такой. Мне кажется, сейчас, особенно после выхода второй части этого мультика, такой подарок очень актуален для многих девчонок. Здесь у нас туалетная водичка Сладкая Фантазия, детский крем для рук, детский гель для волос и детский блеск для губ. Ну, классно, мне кажется, презентовать. Вот такой вот милый подарок. Будет приятно любой девчонке получить однозначно. И отдельно у меня заказали вот такой парфюмерно-ароматический спрей для тела, тоже из линейки Frozen. Мне вообще очень нравится аромат этой линейки. У меня у дочки есть духи, спрей для волос точно. И прям вот духами Frozen я пользовалась сама, даже честно скажу. Там есть какая-то нотка интересная. Она вся линейка так пахнет, мне так нравится безумно, серьезно. Я бы вот взяла для себя. Надо, кстати, попробовать спрей для тела, потестить и на себе, насколько долго будет держаться аромат. Мне очень нравится аромат этой линейки, уж не говоря о том, как он понравится девчонкам. Водичка Лак в объеме 30 мл. Это у меня тоже на заказ для нее. Мне нравится этот аромат. Он у меня есть в полноразмерке, 50 мл. Я его люблю. Он, конечно, не в фаворитах у меня, но нравится. Действительно достойный, средней стойкости, вкусный, красивый, сладенький. Все в нем отлично. Вот такой еще как бы, ну, не подарочный набор, но набор, тем не менее, без упаковки. Even Keo Man. Он был по хорошей цене при покупке именно этих трех продуктов. Здесь охлаждающий эффект у всех трех. Бальзам после бритья. Так, гель для бритья 2 в 1 тоже с охлаждающим эффектом. И шампунь 3 в 1 плюс ополаскиватель плюс гель для душа тоже охлаждающий эффект. Здесь 200 мл. Он не очень большой. Интересные средства. Это у меня тоже на заказ. Ну, ментольчиком, да, так пахнет слегка. А потом обязательно спрошу у знакомых отзыв, как понравилась ее мужчинам эта серия. Фаруэй классический. Был у нас вот такой наборчик по хорошей цене. Even дал возможность. Вот такой наборчик классический Фаруэй был по хорошей цене. И Even дал нам возможность в этот раз купить ароматы. Некоторые, да, не все. Отмеченные снежиночкой, звездочкой. Со скидкой 40%. Если вы возьмете 2 и более набора, либо аромата. Ну, вот этот прошел тоже со скидкой 40% на заказ. Фаруэй Голд понравился. Фаруэй Голд, который у меня был в подарок в прошлом заказе, знакомый. Она понюхала его и решила для себя заказать тоже. Но в каталогах Фаруэй Голд не было. И мы решили взять классический. Многим нравится этот сладкий аромат. По мне он слишком узнаваемый. Я бы для себя его не стала брать. Но многие вот почему-то прям очень хотят вот именно этот аромат ванильки. Два спрея для волос. Бальзам и спрея для волос. Малина. Малинка, по-моему, да. Малина и гибискус. У меня один мой, один не мой. Сейчас с вами потестим, понюхаем. Ой, ну пахнет, правда, малинкой. Малиновым вареньем. Запах из детства. Спирт, кстати, чувствую тоже. Здесь 100 миллилитров. Я еще им... Ой, не пользовался никто, смотрите, нету. Девчонки говорили, что на волосах держится очень долго. Я искренне на это надеюсь. Пахнет потрясающе. Прям малинка-малинка. Здорово. Ну, спирт, скорее всего, здесь тоже есть. Да, здесь вот этанолы всякие. Феноксиэтанол какой-то. Зато есть и экстракт плодов малины в серединке где-то. А вот спирт, кстати, на первом месте, девчонки. На первом месте спирт этиловый. Потом вода. Потом отдушка. Потом пэк. Пантенол. Дальше уже глицеринчики, сахара какие-то. И потом уже экстракт плодов малины. Ну, ладно. Пусть будет со спиртом. Посмотрю, потестирую. Надеюсь, что волосы сушить не будет. Искренне надеюсь. Девчонки, решилась я заказать себе лайнер, помаду-лайнер для губ тату эффект. Это у меня... Какой же цвет, девчонки? Фил. Фил написано. Вот все, что вижу, написано фил. Нашла. Вроде он называется Лестин Импрессион. Импрессион. Не хочет. Фокус сейчас покажу. Вот, девчонки, название его Лестин Импрессион, да? Фил. Сейчас будем с вами тестировать. Мне очень интересно было потестировать его. Я у вас спрашивала отзывы, но никто мне что-то не написал. Такой вот достаточно темный цвет в ламастере, да, скажем так. И, ну, в принципе, вообще он везде темный цвет. Сейчас я сотру свою помаду и будем наносить. Итак, девчонки, поехали. Здесь нам нужно сначала тонким краем прорисовать контур губ. Ой, какой он яркий. Девчонки, я прорисовала контур. Сейчас будем заполнять. Теперь второй стороной. Но он такой достаточно насыщенный цвет. Ой, что-то в кирпичный уходит. Девчонки, ну, он такой ядреный. Сейчас камера при искусственном освещении передает его как алый. Но он на самом деле не такой алый. Я вам сейчас покажу сводчи при другом освещении. Он бордовый. Но я помню, я не брала бордовый. Он смотрелся более естественным. Впечатывается в губы очень быстро. Поэтому с ним надо быть аккуратным. То есть контур наносить сразу как положено. Иначе потом даже тяжело чем-то потереть. По поводу стойкости. Все. Прилип к губам. Я, конечно, хотела, девчонки, если честно, что-то понейтральней. Ну, ладно, будем играться. Будем наслаивать какие-нибудь другие помадки. Сейчас я покажу вам сводч. И увидите все сами. Вот на сводчи, кстати, на руке он как-то побледней смотрится. Да? Вообще гораздо бледней. Вот сводч, девчонки, да? И тут вроде как более-менее натуральный цвет. Но губах, на моих губах он прям бордо. Прям вот такой темный глубокий цвет. Вот сам продукт. Вот такая у него кисточка. Удобно, в принципе, прорисовывать. И с другой стороны вот такой вот тоненький. Вот. Ну, не знаю, что я с ним буду делать, потому что, ну, на губах прям очень ярко. Девчонки, влажной салфеткой он не смывается. Видите? Ничего себе! Пигмент для губ. Вообще не смывается. Становится чуть бледнее и все. Сейчас попробуем мицелляркой. Так, девчонки, взяла мицеллярку. Ой, но мицеллярка чуть-чуть смывается. Но опять же чуть-чуть. Все, я остаюсь с красными губами навсегда. Смывается, но достаточно плохо. Въедливый пигмент такой, смотрите. Но более-менее оттерла. Но пигмент все равно остался на губах. Не, прикольно, конечно. Если бы цвета там были более-менее натуральными, было бы вообще шикарно. Оттерла слегка свои губы. И следующее, что хочу вам показать. Я взяла за 6 звезд вот такой подарок от Энь Ю. Это у нас BB крем. Он, кстати, фольгированный хорошо. И сплэш уход маска для лица для всех типов кожи. Я не пользовалась этими продуктами, но слышала на них двоякие отзывы. Здесь у нас, кстати, вот такая вот просто дырочка. Пахнет классно. Мне очень интересно потестить. Потому что действительно отзывы были противоречивы. Особенно на этот BB крем. Тонирующий крем для лица совершенства с SPF 20. Кто-то говорил, что забивает поры. Кто-то говорил, что вообще не матирует, не тонирует никак. Не знаю. Мне лучше один раз самой попробовать. Вот так выглядит эта упаковочка. Сейчас с вами сделаем сводч. Надеюсь, что цвет будет подходящим. Он слегка вот так вот рыжий. Вот смотрите, девчонки, какой цвет. И вот эту половину руки, где большой палец, я растушевала крем. Ну, что сказать. Я не думаю, что он будет хорошо скрывать несовершенство. Посмотрим, как он поведет себя на лице. Под тон кожи он подстроился. Его практически не видно. Ну, текстура такая приятная, приятная и довольно плотная, несмотря на то, что это BB крем. На руке мне, в принципе, нравится. Нравится. Он не высветлил кожу, не ушел куда-то в ржину, не скатался нигде. Но это пока только первое впечатление, да. Показала вам при ближайшем рассмотрении. Буду наносить на лицо. И тогда в Инстаграм дам подробный отзыв. И в пустых баночках тоже на оба эти средства. Если еще не подписаны на Инстаграм, ссылка всегда внизу. Проходите, подписывайтесь. Там я на каждый продукт отдельно выкладываю свой отзыв. Вот такой подарочный пакетик у меня был в заказе. Я его, кстати, не заказывала. Не знаю, каким боком он прилип мне в пакет. Как бы пусть будет кому-нибудь из знакомых. Подарю именно в этом пакетике. Следующие два продукта заказывала для мужа. Это дезодорант и гель для душа. В наборчике они были по очень хорошей цене. Гель для душа, грейпфрут и кедр. Сейчас понюхаем. Сенсус. Пахнет здорово. Грейпфрут чувствую, кедр не чувствую. Приятный освежающий аромат. Это, кстати, два в одном. Можно и как шампунь, наверное. И дезик. 48 часов защиты. У меня есть такой женский. Ну, как бы вот, не знаю. Потом и мужу спрошу. Понравился? Нет? Защищает ли? Нет. Кстати, никто не пшикал, потому что не могу даже пшикнуть. Ой. Классно, классно пахнет. Знаете, в свое время постоянно брали дезодоранты Акс. И вот что-то похожее. Здорово. Мужской, древесный такой аромат с нотками свежести. Надеюсь, понравится. На онлайн распродаже, по-моему, взяла себе, или еще где-то, не помню, бальзамчик Color Trend. В оттенке Coco Nude. Coco Nude. Сочный цвет. Ну, сейчас посмотрим, что это за Coco Nude. Давай, открывайся. А, это кокосовый обычный бальзамчик. Прозрачный. Хотя, по-моему, я брала с цветом. Мне нравится. Ой, это кокосик, да. Это чистый кокос. Мне очень нравятся эти бальзамчики. У меня уже есть такой красный с небольшим таким отливом. Я их прям обожаю, действительно. Девчонки, они хорошо питают губы. Гораздо лучше, чем какие-то другие из масс-маркетов, которые я, по крайней мере, в этом году пробовала. Похож по эффекту на детский крем. Кто знает, с собачками, с красными, синими, да. Я вот зимой обычно им губы смазываю на ночь детским кремом плотным слоем. Вот эти бальзамчики как бы отодвинули этот детский крем на второй план. На заказ у меня тени Avon True Color. И здесь у нас четырехцветные, если я не ошибаюсь, тени, да. Вот так они, девчонки, выглядят. Сейчас я постараюсь оттенок найти. Оттенок у нас Moonlight, Maview, что-то типа того. Сейчас покажу вам их поближе. Ссылочек, к сожалению, сделать не могу. Эти тени не мои. Девчонки, вот так выглядят сами тени. И вот на коробочке оттенок, да, с кодом. Вот он. Ну, тенюшки такие, ничего. Зеркальце большое. Три оттенка получается с шиммером. Один без, один светлый, высветлять. Мне вот второй очень нравится. Ну и третий симпатичный. Третий, он более сиреневый. А четвертый получается с такой вот темной, с зеленцой. Вот такие вот девчонки-тенюшки. Ну и напоследок давайте с вами протестим долгожданную новинку. Мне было очень интересно. Это у нас, как это правильно обозвать? И по-русски ведь нигде. Жидкие тени, лайнер для глаз, двойное сияние. Я взяла в оттенке молочное драже. Это я помню точно. И что они из себя представляют. Это вот такой стик. Первым делом здесь у нас идет подводка, не подводка. Блин, красивый цвет, слушайте. Мягенько очень наносится. Они сами как, знаете, такие кремовые тени по текстуре похож. Красивый очень цвет, мне кажется, будет смотреться на глазках. Я вам сейчас покажу при другом освещении. Будет смотреться очень красиво. Так, и дальше, получается, мы откручиваем колпачок, и у нас сами тенюшки. Я ожидала, что они не будут, конечно, такими светлыми, девчонки. Я хотела, чтобы они были, ну, более коричневатыми, что ли, но не желтыми. А они, получается, прям белые. Прям вот очень светлые. Если поиграться, даже посмешивать вместе эти два продукта, тогда да. Ну, в принципе, ничего. Это как раз, вот знаете, тот продукт, который придает сияние нашим глазкам. Можно вот над зрачком, наверху, я сейчас сделаю, покажу вам, как это будет выглядеть, придавать сияние глазкам. Вот сюда наносим. Мне кажется, что вот эти жидкие тени, да, можно наносить и на свои привычные тени. То есть, если вы любите сиреневые, вы наносите сиреневые тени матовые, либо не матовые. И сверху вот этот вот глиттер, не глиттер, добавляете сияние глазам, да. Можно тушевать, мне кажется, их и пальцем. Очень похож продукт на жидкие тени цветная галактика от Фаберлик. Похож. Вот я накрасила подвижное веко. Глазки сияют. Красиво. Нет, красиво. Он с таким, знаете, подтоном бежево-молочным. Много очень блесток, много глиттера. И при смешивании этих двух оттенков получается очень красиво. Сейчас я вам покажу. Вот, девчонки, вот эта подводка. Вверху она смешана с жидкими тенями. И вот сами жидкие тени, светлые. Цвет подводки мне нравится больше. Я думала, что и цвет теней будет вот как-то не таким белесым, да. Вот, смотрите, как выглядят стики. Ну, вот стик сам светлый, прозрачный, да. Мы потом вот так откручиваем его. И достаем, как бы достать одной рукой. И достаем кисточку. Вот такая кисточка, вот такого они цвета. И на другой стороне у нас получается вот эта вот подводочка. Ну, тоже приятный сияющий оттенок, красивый. Девчонки, кстати, продукт крайне стойкий. Я уже несколько раз мыла руки. Вот этот вот карандашик, который, да, подводка, он стерся. А тени, глиттер так остаются на месте. Очень стойкий продукт, вообще несмываемый. Девчонки, я сейчас попробовала подвести нижнее веко вот этим вот второй стороной, да. Смотрится, вы знаете, очень достойно. Очень даже ничего. Красиво. И тоже сияние придает. Так что, в принципе, в целом продуктам довольна. Глазки прям блестят, блестят. Для зимы, для новогодней ночи, да, для новогодних праздников. Мне кажется, неплохой продукт. Подбирайте под себя оттеночки. Я довольна, довольна продуктом. Вещь нужная. Вот и все, мои хорошие. Остались здесь только брошюрки, которые мы полистаем с вами в следующий раз. Сейчас какая-то разорванная одна пришла. Слава богу, это единственное разочарование, потому что мне так грозили, что в Эйвене перед Новым Годом бывают жуткие заказы, помятые коробки, упаковки и так далее. Вы знаете, у меня все прекрасно. Пока вот с этим хотя бы, слава богу, не было проблем. Что у нас здесь? Аутлет первый и каталог второй уже мне прислали. Будем с вами вместе листать, выбирать, обсуждать план покупок. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было полезным. Если это так, ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока. Продолжение следует...